Всем привет, дорогие друзья! Сегодня покажу немного пару новых приложений для андроида. И первое приложение, благодаря которому, собственно, я вывел информацию со своего андроид-планшета на iMac. И, кстати, можно и на Windows вывести. Это приложение называется BBQ Screen. Вот так оно выглядит. Работает оно только с рутом и оно, к сожалению, платное. Но я думаю, нет проблем зарегистрироваться на 4PDA и скачать его бесплатно. Также есть маленькая прога для iMac на официальном сайте BBQ и также для Windows компьютеров. Работано очень просто. Подключаемся. Он тут же определяет в общей сети Wi-Fi ваше устройство. Далее выставляете необходимое... Ну, я могу продемонстрировать, как это делается. Вот у нас программа сама. Вот мой Mi Pad, так называемый, и его IP-адрес. И нажимаем Connect, тут же подключаемся. Но до этого можно выставить... Здесь обычно по умолчанию стоит 720p. Я выставил 1080p. И битрейт можете тоже поставить повыше, чтобы не тормозило. Ну, смотрите. Также можно FPS показать и так далее. Но это все мелочи. Нажимаем Connect и подключилось. Далее разворачиваем окно поширше. Оп! Вуаля! И вот так вот оно превращается в более крупное окно. Мне что понравилось, то, что тут можно также мышкой пролистывать рабочие столы и заходить в папки. То есть можно прям из этого приложения запускать игры, что-то куда-то заходить. Вот, например, попробуем запустить игру и поиграть. Поиграть. Ладно, Play я нажал. Давайте попробуем поиграть, возможно ли это вообще. А, ну, да, что-то я нажимаю мышкой и что-то он делает, конечно. Ну, это ужасно неудобно. Нет, наверное, все-таки поиграть не удастся. Давайте ограничимся тогда в таком случае все-таки в видео и так далее. Или, например, для обзоров показывать этой программы очень удобно. Далее расскажу еще про одно приложение. Назоваться на VideoBox 911. Не знаю, почему называется. Здесь очень много халявных фильмов, сериалов, мультиков и так далее. Но почему-то здесь есть такой глюк интересный. То есть если вы что-то рассматриваете дальше, 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 он тут же возвращает все на начало. Оп, видели? Вот. Поэтому надо вот так сразу пролистнуть и вот так вот смотреть. Только пальчик отпускаете. Баба! Ну, а сейчас он почему-то сдержался. Но иногда такой бывает глюк. Что он на начало почему-то перелистывает. Вот, видите? Это, конечно, бесит. Но зато все на халяву, без рекламы. То есть можно посмотреть, скажем, Simpsons. Давайте попробуем это сделать. Получится или нет, я не знаю. Но, скорее всего, получится. Вот. Выбираем сезоны. Их 25, если я не ошибаюсь. Я выбрал сезон и ничего не происходит. А, вот что-то появилось. Да. Вот тоже, обратите внимание, я пролистываю. А, теперь будет нормально. И нажимаем, давайте смотреть. Выбираем качество. С помощью чего мы будем смотреть? Естественно, с помощью MX Player. Ладно. Ребята, если у вас быстрее интернет, то я думаю, у вас все получится. Значит, вот такое вот приложение. Давайте расскажу про следующее. Укан. Практически, кукан. Друзья, еще одно приложение, о котором стоило бы заговорить, это Укан. По сути, это называется типа You Can. Скорее так. Но я почему-то называю так. Так, вот у нас тут есть различные дела. Обратите внимание, их довольно-таки много. Можно еще выбрать там различные категории этих дел. И тут сказано, что, например, читать не менее 100 страниц в день. Или начать планирование дел. Или что-то еще. То есть, и вот видите, 6 человек подключено, 7 человек, 4 человека подключено. То есть, тут, по сути, есть групповые цели, которые люди стараются поддерживать. Здесь игра на определенное количество очков, медалек и так далее. Разберитесь тут. Девушка, добрый вечер. Меня зовут Александр. Друзья, ну, по сути, вот такое вот приложение. Кому интересно и кто-то действительно хочет что-то добиться в жизни, заходите, качайте. Третье приложение, 3box, видеобокс, вот так он называется. Здесь такие же лаги, оно примерно похоже на то приложение, которое было предыдущее. Да, здесь красиво все выглядит. И тут есть и игрушки даже, мультфильмы. Но тут также сам перелистывается все в самое начало. Вот. Но, тем не менее, приложением пользоваться можно, конечно же. И там, к тому же, все на халяву. Вот мы открываем гадкий я. Тут можно посмотреть и трейлер, и описание посмотреть. Ну, неплохо, я вам скажу. Весьма. Вот такое вот приложение. Давайте посмотрим, что еще есть тут в моей подборке. DS Battery Saving. Она, мало того, что здесь есть профили, которые вы можете настраивать. Тут есть по умолчанию очень много профилей. Можно также настроить свой профиль, чтобы экономить заряд батареи. Есть сама батарея, показано сколько. Можно тут же выключить Wi-Fi или что-либо еще. И так же можно скачать приложение, которое предлагает нам эта программа. В настройках, что тут, ну, ничего особо интересного я не нашел в настройках. В целом, мне это приложение понравилось тем, что оно действительно экономит заряд батареи и довольно-таки неплохо с этим справляется. Следующая программа, о которой стоило бы сказать, это называется Field Compass. Вот так она называется. Здесь очень такая схожная какая-то штука, наподобие компаса. Тут есть также различные градусы, также есть какие-то боковые градусы для строителей, для еще каких-то там чуваков. Вот, вы можете видеть, что я перемещаюсь и перемещается непосредственно и компас. Вот, мерит он довольно-таки точно, он показывает вам какие-то градусы. Вот. Так что разбирайтесь, весьма неплохая программа. Следующая по списку приложения, это барометр настроения. Я очень давно искал такую штуку, и здесь она, в принципе, очень неплохо проявляет себя. То есть, что тут есть? Можно настроить отношения, отношения, да, вот. Мероприятия, например. И смайлики, смотрите, вот она куча проявляет себя. Вот, то есть, сон, выспались, вы не выспались, интим, как в интимной жизни у вас там. И успехи на работе, выставляете. И после этого нажимаете, наверное, вот это. Наверное, не это. Может быть, вот это. Ну, хорошо, я всё отметил далее, что я должен нажать. А, вот у нас появились графики, когда, что было. Ну, у меня, я два раза только отмечал, и, в принципе, только для того, чтобы посмотреть, как это работает, что. Ну, тут есть графики, можно выставить, что необходимо, что в приоритете. Вот так вот, такое вот приложение. Цена на громке простенькая. Ну, дизайн, конечно, не очень, мне не очень нравится. Но, в целом, можно, видите, даже оставлять какие-то заметочки, писать. В целом, приложение довольно-таки неплохое. Я считаю, оно заслуживает внимания. Следующее приложение, Just Remember It. Так оно называется. Здесь можно всё, что угодно, абсолютно. Кстати, он свайпу поддерживает активно. Здесь маленькая рекламка внизу. Ну, это не страшно. Обратите внимание, что дизайн материал. Вот. И можно тут, смотрите, напоминание ежедневно, ежечасно, каждые три дня. И вот, можно оставить также голосовые какие-то заметочки. Далее, что тут ещё есть? Можно выставить время, какое необходимо. Короче, тут можно сохранять и... Сохранять можно и какие-то дни рождения. И всё-всё-всё-всё-всё, абсолютно. Поэтому я считаю, что весьма неплохое приложение у того, кого, может, не совсем хорошая память. И, в принципе, тут есть и заметки, и календарь. И вот, и можно резервировать всё. Ну, классное приложение. Мне оно понравилось. Далее, приложение History Ariser. Оно удаляет, естественно, историю там, где вам это необходимо. С любого приложения, которое копит эту историю. Вы можете поотмечать вот так вот галочками и потом вот очистить. Очень удобное приложение. Их дизайн мне нравится, в принципе. Ну, неплохой. Вот. Далее, BBQ Screen. Я про него рассказал в самом начале. AdWay. Ребята, если вы хотите действительно вырубить рекламу всю, везде, навсегда, практически, то AdWay, AdAway, оно прям для вас. Заходим, включаем его и перезагружаем устройство. Всё начинает работать. Единственное, для этого нужен Root. На устройствах Xiaomi есть Root. Очень легко заполучить, в принципе. Так, нет, давайте попозже перезагружаться буду. Вот, в принципе, приложение очень простое. То есть, Root у вас есть, заходите, обновляетесь, перезагружаете устройство и всё. И оно убивает в всех приложениях рекламу. По мне, так это просто вообще must have. Далее. Smart App Lock. Ну, если вам необходимо заблокировать что-либо. По-моему, вот такой у меня пароль. Нет, у меня не такой пароль. У меня может быть такой пароль. Или у меня может быть такой пароль. Вот, да. Тут у нас есть и приложение, и какие-то настройки можно блокировать. Экран можно заблокировать. Ну, многие вещи. В принципе, для приложения я вас набрал. Для того, чтобы приложения какие-то блокировать. Можно блокировать как системные, так и несистемные. Можно выбрать всё, по сути, заблокировать. Простите, что зеваю. Хочу спать. Далее. Есть ещё одно приложение. Я вот когда-то покупал. GPP Remote Viewer. Оно только для винды. И оно, в принципе, стоит довольно-таки дорого. Что оно делает? Оно в основном кидает вам всё, что находится на Windows, в вашем компе, кидает на рабочий стол Android девайса. И вы можете управлять компьютером на расстоянии. Это удобно, это классно. Но у меня Mac, и с Mac он дружит мне очень хорошо. А с Windows замечательно. Кстати говоря, по поводу BBQ Screen, он стоит около 130 рублей. Я считаю, что это деньги совершенно несущественные по сравнению с теми задачами, которые он выполняет. Поэтому, друзья, надо срочно-срочно покупать и устанавливать, пробовать. Спасибо, что посмотрели этот немножко сумбурный обзор. Надеюсь, вам понравится. В следующий раз будет у меня, вот видите, уже в следующей папке копятся игры для обзора, для андроида. Так что скоро будет ещё новый обзор. Подписывайтесь на канал. Это очень важно для меня, чтобы канал развивался, как вы понимаете. И также можете ставить лайк. Даже если вам не понравилось, ставьте дизлайк. Главное, не проходите мимо, я так скажу. В заключение я могу сказать, что есть ещё одно приложение, которое можно достать на 4 PDA. И называется оно Mobo Market. Внизу это я решил оставить бонус для тех, кто прям до самого конца досмотрел этот обзор. Что это такое? Здесь практически App Store ваш, ну в смысле Google Store его называется. И здесь куча приложений, они все бесплатные. Тут же качаются, обновляются, там игры есть, всё, 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 всё. Я тут качал, что самое странное, для моего, например, планшета не поддерживает NFS Most Wanted, который стоит у меня в Google Маркете. А здесь я скачал, и он работает, и всё хорошо, и всё он поддерживает. И скачал бесплатно. Мало того. Поэтому, ребят, это приложение просто, которое необходимо срочно устанавливать и наслаждаться. Устанавливается человек, который очень любит халтуру, халяву и всякие другие слова, которые не приводятся на другие языки. А вот теперь действительно я прощаюсь. Всем всего самого хорошего, друзья. Пока.